Фистех. Как много в этом слове для выпускников физико-технологического института. Когда-то они 20-30, а кто-то и 40 лет назад собирались здесь. Ходили на пары, сдавали экзамены, а теперь вновь собираются вместе на юбилей родного института. Уже три поколения окончили Фистех. На юбилей собрались более 500 выпускников. Символично, что институту, как и Уральскому электрохимическому комбинату, в этом году исполняется 70 лет. Госкомпорация Росатом, Кор-Академия Росатома сегодня имеет много проектов с Уральским федеральным университетом. И мы, как предприятие Росатома, встроены в этот процесс. Активно участвуем с преподавателями, со студентами, ведем ряд небольших тем по науке. Комбинат в течение всей своей деятельности активно использовал знания, которые получили выпускники Фистеха. Фистеха и комбинат связаны неразрывно одной цепочкой. На комбинат я пришел 1 апреля 1993 года. Пришел на комбинат в Цех 53. Без Фистеха, во-первых, я бы не пошел работать на комбинат, ну и не было бы такого удовольствия от работы на Уральском электрохимическом комбинате. Выпускники и ветераны института встретились на научно-образовательном форуме в актовом зале. На событии побывали почетные гости Юрий Егоров и Владимир Рычков. Огромную часть своей жизни они посвятили развитию физико-технологического института. Для каждого, кто связан с Фистехом, 70-летие – особенный день. Альфред Аршинов выпустился в 1958 году. С тех пор он не пропустил ни одного юбилея института. У меня связаны с институтом не только замечательные воспоминания о моих преподавателях. Я еще был достаточно сильным лыжником в то время среди студентов нашего Советского Союза. В тот же год выпустился и Борис Поспелов. Вместе с однокурсниками после учебы он попал на Уральский электрохимический комбинат. Занимался я диффузией немножко, потом центрифугами, ну а потом никель-водородными аккумуляторами для наших космических программ. Выпускники вновь окунулись в атмосферу студенческой жизни. Прошли по тем же коридорам, заглянули в аудитории и пообщались со своими преподавателями и сокурсниками. Вместе хорошая очень база, она позволяет смотреть достаточно ясно на то, чем занимаешься. Самое главное достижение, конечно, кроме профессии, это товарищи, с которыми мы сегодня встречаемся. Физико-технологический институт дал успешный старт для дальнейшей жизни. Они смогли не только устроиться на работу, но и внести свой вклад в науку. К примеру, Геннадий Скорынин получил премию за книгу «100 лет с изотопами». В 2015 году я получил литературную премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда, по-моему, Володина. Ну и стал лауреатом премии. Геннадий Скорынин проработал 20 лет на УХК в группе технологических расчетов. Теперь он живет в Зеленогорске, а на Уральском электрохимическом комбинате работает его сын Евгений. По стопам своих родителей идут многие выпускники физтеха. Отец у меня работал на Уральском электрохимическом комбинате в цехе 45, работал аппаратчиком разделительного производства. Он меня очень вдохновил, очень много рассказывал про Уральский электрохимический комбинат, рекомендовал поступать именно на физтех. По стопам отца в образовании, в образовании, в обучении. Когда поступал в 17 лет, смотрел на него, насколько человек образованный, эрудированный, способный ориентироваться в различных ситуациях нестандартными. Мы создавали систему управления непрерывным производством. То есть это центрифуги, учет центрифуг, работа и так далее. Вот была наша работа. Павел Куликов получил высшее образование в 1972 году. Это был один из уникальных выпусков. Молодые специалисты попали в информационно-вычислительный центр. Среди них был и Анатолий Ермушка. У нас появилась специфическая такая линия, которая обслуживала непрерывное производство. И успешно мы защитили это направление. И даже у нас был небольшой тираж. То есть мы свои программные продукты предоставили Ангарскому электрохимическому комбинату. Среди студентов физтеха всегда было мало девушек. Однако они также успешно проявляли способности в своем деле. У нас 175 человек. Было 23 человека девочек только. Остальные все мальчики. Физтех дает самую широкую базу. Учит думать, учит учиться всему. Это точно. Хотелось в эту область какую-то очень интересную попасть. Вот по совету старших товарищей, пришли на физтех. Годы летят, а сотни выпускников по-прежнему приезжают на юбилеи института. Студенчество не вернуть, а крепкая дружба физтеха живет и будет жить долгие годы. Ульяна Скрыгина, Павел Сизов. Объектив. Итоги. Продолжение следует.